Так, ребята, сегодня мы идем с вами вот сюда, в шашлыков. Кто не знает, где это находится, находится это в городе Лан-Удэ на площади Советов. Собственно, сейчас я вам покажу меню бизнес-ланча. Выбор, на самом деле, очень большой. Вот, это всё бизнес-ланч. Цены разнообразные, можно заказать супом, без супа, вот три вида. Зелёная комба, оранжевая комба и красная комба. Чем ниже комба, да, вот смотрим, то есть, тем оно дороже. Вот так, сейчас что-нибудь закажу. В общем, заказ я сделала, сейчас мы немножко подождем на мой принесут. Очень интересный интерьер. Как заходишь, тебя сразу встречают, спрашивают, сколько человек у вас, и проводят за столы. Удобно, что не надо с растерянными глазами смотреть, куда же мне присесть. Как табличный мывает. Обслуживание достаточно хорошее, доброжелательные официанты, молодые люди. Посмотрим, что будет по кухне. Вот, один из них ушел. Делаем обзор, вот принесли мне Цезарь. Он, по-моему, там стоит 79 рублей, что ли. Давайте посмотрим, порция достаточно большая. Берем вилочку, вот мой морс. Посмотрим. Ну, ладно, ничего такое. Келли, ничего, ну-ка. Какая-то курица. Ну-ка, ну-ка, почему она такая черная? Интересно. Это нормально? По-моему, нет. Это еще какая-то хрень. Смотрите, вся курица такая. Ну, слушайте, я явно это есть не буду. Сюрприз. В общем, Цезарь я отдала, сказала, что я такое есть не буду, на что официант мне сказал, что это такой маринад у них. Мне кажется, в смысле маринад? Она умерла своей смертью, это же видно. Но я такое есть не собираюсь, я, в общем, отказалась. Ждем, что нам принесут следующим. Ну, как-то первое впечатление уже не очень. Не знаю, не знаю, посмотрим, что будет дальше. Вот мне принесли замену салата. Сейчас мы посмотрим с вами вместе. У нас вроде получше. У тебя новый такой нет? Ага, да. У нас можно попробовать. Угу. Этот, пожалуй, оставим. Пока я ем свой салат, мне принесли второе, которое я заказала, это тунец, как-то там было интересно заявлено, в общем, тунец со всякими овощами. С виду вроде неплохо, чуть-чуть попозже будем пробовать. Также мне принесли суп. Суп я попросила забрать в контейнер, потому что хочу изобрать с собой суп. Называется шашлыков. Тут куриная грудка. Сейчас мы с вами его. Куриная грудка. Вот такой суп. Свет вроде ничего. Суп как суп. Вот так. Давайте посмотрим. Ну и что, орешки. Кедровые. Судя по всему, рис. Угу. И овощи. Тут салат чука сверху. Ну, в общем, так вот. Слушайте, ребята, вот это блюдо мне зашло прям на ура. Очень вкусно. Я тут перемешала. Попробовала. Тунец очень вкусный. Соус такой кисло-сладкий, такой очень интересный. И вот это вот сочетание такое необычное. Гидровые орехи придают такую пеканность. Слушайте, классно. Мне прям нравится. Прямо моё. Ммм. 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 Обалденно. Прям классно. Семья книги. Вот такой же извращенный вкус, как у меня кто любит есть. Там, не не знаю, торт с колбасой. Ха-ха-ха-ха. Чем заедет вообще вновь? Вот мой чир. Поела хорошо, с собой взяла, честно говоря, неоднозначное впечатление. В целом вкусно, но нужно все время контролировать еду, какую-нибудь тебе ее отдали. Такое ощущение, что повар считает тебя не гостем, а быдло гостем, типа ты все сожрешь. Конечно, это очень печально, но рады то, что переделали хоть что-то, это хорошо. Ходить, не ходить? Думайте сами. Спасибо.